С 2007 года ведет свою историю спартакиада трудящихся Славянска на Кубани. Спорт объединяет людей самых разных профессий и помогает им жить и работать. В детско-юношеской спортшколе «Белая ладья» в субботнее утро было многолюдно. Нефтяники и военные, юристы, управленцы и преподаватели пришли сюда, чтобы принять участие в первых состязаниях 13-й спартакиады трудящихся Славянска на Кубани. Состоялось торжественное открытие спартакиады. С 12 лет мы уже с вами встречаемся. Коллективы у нас каждый год обновляются, кто-то уходит, кто-то добавляет. В этом добавили слова и коллективы. Мы рады вас приветствовать в это мероприятие. Сергей Мащенко пожелал собравшимся успешного выступления и победы сильнейшим. Локальный ансамбль «Комплимент» исполнил для участников соревнований свои песни. 12 команд вступили в борьбу в двух видах спорта – по шашкам и дартсу. В команде Славянского сельскохозяйственного техникума собрались люди, неравнодушные к спорту. Они считают, что своим участием в спортивной жизни города подают хороший пример студентам техникума. Спартакеада нам позволяет раскрыть себя во всех видах, которых мы когда-то занимались, либо любим заниматься. Настроение хорошее? Настроение хорошее, всегда позитивное, все классно, все отлично. Команда администрации Славянского района имеет немалый опыт участия в спартакеадах и настроена на отличный результат. «У нас уже сплотился определенный коллектив. Мы выступаем не за награды, а для того, чтобы понять себе настроение, чтобы укрепить дух боевой, ну и, естественно, для здоровья». По итогам соревнований команда администрации Славянского района заняла первое место по дартсу и по шашкам среди женщин. По шашкам среди мужчин лидировала команда войсковой части 25356. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События».